Виолетта Лашкул, помимо пленера в Очакове, мы замечательно, кроме диплома международного нашего проекта АВЭКО-Арт для художников, еще сиреневый пленер Виолетте Лашкул за сиреневый пленер и диплом Виолетте Лашкул за создание первых видеосюжетов проекта. Первые клипы, которые будут сопровождать проект АВЭКО-Арт, это удивительно творческая, легкая, приятная и интересная подача материалов. Я только думал, кто у нас вообще ведет АВЭКО-Арт. И есть такое слово, как молодежная, она у нас фронтрумен. Что называется, она нас всех поднимает, она нас всех ведет вперед. Это неправда, он начальник нас звонит по телесклорному. Я ему говорю, есть новая фишка, я могу так сказать. Ну да. Итак, Артур Цуканов это тот человек, который подарил нашим художникам, можно сказать, это замечательный пленерный гимн. И Артур Цуканов также внес этим огромную лепту в начало нашего проекта. Огромное спасибо. Первому автору Сергею Никитченко, человек, который всегда с нами, и который помог реализоваться всем смелым идеям нашей веолеты. Я хочу сказать, давайте уже поднимем у Валерия Макина, нашего партнера нового в проекте АВЭКО-Арт, но благодаря которому именно вскалыхнулась такая замечательная активная волна. Я вам скажу, что 30-го числа мы откроем у Валерия Макина отдельно уже, так сказать, очаковский пленер. Мы совершенно просто здесь часть. И алтестовский тоже. И алтестовский, да, кстати, мы так это все. К тому, что 30-го числа будет продолжение банкета. У нас просто столько интересного всего. Здесь можно считать официальная часть, а самая веселая и хорошая часть у нас с видеосюжетами оставлена на его арт-пространство. Итак, дорогие друзья, Надежде Ткаченко передаст диплом, наверное, Сергея Брайко. Давайте быстро, пока самое начало, между песнями. Сейчас ребята готовятся. Я хотела бы еще отметить, что для нас великая честь, что в наших рядах есть, ну вот, легенда Одессы. Тот художник, имя которого, наверное, знают все, Виктор Потеряйко. Виктор Потеряйко молод душой и по-прежнему в строю, и по-прежнему с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. И за Ачаковский. Владимиру за Алтесова. Владимиру Богатыреву, информационному партнеру, эксперту, блогеру проекта. Владимир Богатырева – это единственный человек, который нас движет на все интересные мероприятия. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что проект, который, в общем, создали мы все вместе, он имеет большое будущее. И поэтому очень большое желание, чтобы все присоединяются. И тренинги, все это было благодаря Сергею, Владимиру, у меня Сергей все, все Сергеи, у меня уже Сергей на ходу. Владимир Богатырев, огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один соорганизатор проекта – Камала Дмитрий. Он еще не пришел, но я хочу тоже его отметить. В том плане, что и у него будет и за сиреневый пленэр, и, так сказать, диплом участника международного проекта. И вы, если увидите, все кому мы это будем вручать, здесь есть соорганизаторы проекта – Сергей Брайков, Владимир Богатырев, Виолетта Лашул, Дмитрий Камала. Это как-то однажды, вот оставшись здесь после какого-то мероприятия, мы вдруг все-таки все вместе решили – надо это делать. А сподвиг нас тогда Иван Русев своей замечательной фотовыставкой. Это был первый наш замечательный партнер и первый наш вдохновитель на АВЭКО-АРУСК. Итак, дорогие друзья, у меня в руках еще Олег Рыжков. Олег Рыжков сейчас принял на себя эстафету связи между двумя нашими галереями. Удивительный, яркий, неожиданно необыкновенный в живописи и неожиданно толерантный в жизни. Спасибо большое. У нас прошла выставка совершенно недавно удивительной юной художницы, молодой художницы Ирины Чердненко. Сейчас ее работа экспонируется в галерее Виктора Виноградова. У нас такие смешные галеристы, они в шортиках, такие в лаптиках. Ирина Чердненко, поучаствовав у нас, она попала как раз в тот период, когда был карантин. И вот у нее были чудесные сиреневые, сирень, сиреневый букет, настолько тонкий, нежный, что я попрошу Виктора Виноградова, он будет сейчас с ней на связи, передать ей этот диплом, если она сегодня не придет. Она может опоздать. Ну что, дорогие друзья, давайте по-быстрому тогда, быстренько, по дипломам. Владимиру Соколеву есть? Владимиру Соколеву, наверное, передаст Миша. Миша есть здесь? Один и трой. Ага, хорошо. Давайте так, Алексей Зоркальцев. Воу, привет! Заходите. Алексей Зоркальцев самый активный участник всех наших пленеров, всего нашего направления. Это человек, который побывал везде. И смог таки везде написать достаточно хорошие работы. И я вам скажу, что одна из них, совершенно небольшой этюд, стоит внимания и останется, наверное, в истории. Это вот тот замечательный этюд. Это вот высший пилотаж. Вот мне кажется, из всего, что я увидела, ну, Алексей просто превзошел себя. Итак, Дмитрий Жижин. Нет. Елена Пешикова. Нежная, чудесная, которая нам подарила удивительную работу. Работу, которая останется у нас, наверное, в золотом фонде нашей галереи. Это как решит маэстро. Но мне кажется, это работа нам дорога. Вы знаете, тем, что на ней изображен наш Владимир Богатырев. Вот для композиции ей чего-то не хватало, вот изюминки, какого-то такого интересного человека. И Владимир Богатырев попадает в вечность. Он замечательно с нами на этой замечательной картине. Александр, да. Даже, в общем-то, не человека. Ей надо было запомнить этот угол. Нет, нет, нет. Она могла там поставить какой-нибудь водой. Но ей нужен был Богатырев. А он был рядом. Он был рядом. Александру Боднару. О, Боднар наш смелый друг, который получил раму на пленэре. Ну, все как положено. Он показывал всем красоты и так вдохновился, как макуют лягушки, что даже не увидел, куда идут. Михаил Спорник. Миша. Миша. Михаил Спорник, передадите, пожалуйста. Я не знаю, может быть, еще подойдет Владимир Соколюк. Но я вам скажу, что мы Соколян все узнаем. Иди сюда. Мишенька. Мишенька. Самый-самый наш любимый. Наверное, потому что в нем такое сочетание интеллигентности, мягкости, безумного восторга перед красотой, активности и красоты. Вы знаете, красота внешняя, красота внутренняя дают удивительно приятный смытос. Итак, Михаил Спорник. Спасибо за обменэр в катранке. Владимиру Соколюку, вашему наставнику, обязательно передайте. Мы все узнаем Соколян. Они все похожи. И вы их узнаете сразу же, где Соколян. И вы сразу же узнаете. Но будете поражены, что это разные авторы. Спасибо большое. Ольга Розинкина, может быть, и не придет. Ольге Розинкиной передадим обязательно диплом. Кстати, может быть, даже Макин передаст, да? Ольге Розинкиной. Да. Станислава Краинцев. Ой, вы знаете, есть люди, о которых поет душа. Вот моя душа всегда рядом с этим мальчиком. Мы в прошлой жизни, видимо, были одной семьей. Не может быть вот такая родственность неимоверная просто так. Иди сюда, чудо. Это чудо имеет брата, который тоже чудо. Осторожно. Тут шкуры настоящие, они же так с ней нарисованные. Станислава Краинцев впервые. Мы его вырвали буквально из глубины. Он абсолютно человек индивидуально. Вот его видео запустим в джунгли, ему будет не скучно. Вы знаете, совершенно. Мы только будем репортажи смотреть. А вот так, чтобы с нашими, это был сложный эксперимент. Но, я вам скажу, две стороны выжили. Да. Спасибо большое. Я рада тебя приветствовать в этих стенах. Спасибо. Мы ждем твою персоналку в этой галерее. Алексей Малик. О, хитрый лис. Иди сюда, Малик. Что это? Я вам скажу, что удивительный педагог, удивительный педагог, удивительных студентов, который пишет, вы знаете, кубизмом не назовешь, символизма. Ну, до того много символизма в картинах. Их можно абсолютно с разной стороны смотреть. Их можно переворачивать хоть вверх ногами. И найдешь нечто. Вот так вот интересно пишет этот хитрый лис. Найдешь, найдешь. В этом-то и интереске в его картинках. Нет ни одного человека, который бы что-то не нашел в его удивительных картинках. Мы ему выделили целую площадь. Вот, пожалуйста, рады. Анастасия Романова есть? Нет, она будет. Она будет. Пожалуйста, Анастасия Романова передадим. Спасибо, Эклера. Дмитрий Кровец. Это был наш иногородний. Ну, замечательно и интересно, как они все сработались. И до чего удивительные иногородние стали все одной семьей. Мишина. Мишина Катерина. Ммм. Мишина Катерина у меня все время идет с Малышевым и Михаилом. Вы знаете, вот выходите даже сразу. И все поймут, почему. Я увидела этих ребят. Я сразу подумала, это брат и сестра. Но вот одна семья, одна порода. Посмотрите, одно направление. Вот гляньте. Посмотрите на них. Ну, похоже. Это не полный похоже. Невероятно. Я вам скажу, что удивительно, как интересно Боженька встречает и дает возможность встретиться людям друг с другом. Миша, пожалуйста. А люди, кстати, вот совершенно отдельные фамилии еще. Чудесно. Спасибо большое. А еще она всех обыгрывала в настольный теннис. Ну, мы знаем всех. Ага. За кисточки бери. Чудесно. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Огромное спасибо, ребята. Международный проект имеет большое будущее. Для меня очень важно, чтобы в нем участвует молодежь. Над этим, конечно, работает Сергей Брайко. Он очень четко формирует все группы, чтобы рядом с профессионалами обязательно были те, кто понесут знамя дальше. И это глубочайшая мудрость, чтобы в пленэрах были очень много молодежи. Именно молодежи. Анна Сушарник. Есть Анна Сушарник? Это тоже иногородняя. Звекова Дарья есть? Чудесно. Спасибо большое. Звекова Дарья наша новая девушка, наша новая муза. Поверните, вот так, да. Я хочу сказать, что удивительно тонкий человек. Абстракция. Это очень интересно будет Виноградову. Посмотрите, полюбуйтесь, пообщайтесь. Удивительные работы, которые я не сразу поняла. В ней их разъяснял Брайко. Но, тем не менее, очень светлые. Пожалуйста. Почему я говорю о Виноградове? Потому что в этом году в нашем городе будет первая международная выставка-конкурс по абстрактной живописи. И, несмотря на карантин, может быть, даже онлайн, мы выберем тот режим, который возможен, но конкурс состоится. Итак, Дмитрий Жижин. Есть? Нет. Ой, Дмитрий Жижин, чтобы его вытянуть куда-то, это невозможно. Наверное, только Махин сможет его вытянуть, и мы Махину передаем Дмитрию Жижину диплом.